Ольга, рассказывай, что это за штука и зачем она нужна в хозяйстве. Это самый главный наш атрибут для кормления кроликов. То есть это оборудование специально для экструдирования кормов. Закупали его специально для того, чтобы избежать проблемы с кормлением. С кормами, даже сказать. То есть поскольку мы столкнулись с некачественными кормами, мало того, токсичными кормами, то думали, что же нам приобрести, экструдер или гранулятор. А ввиду того, что здесь все действие происходит под высокой температурой, порядка до 160 градусов, соответственно, большая часть токсинов, за редким исключением, убивается в процессе приготовления корма. Ну и плюс, сама по себе экструзия, она очень хорошо влияет на пищеварительную систему, быстро усваивается любыми, причем не только кроликами. И животное очень хорошо набирает. Илья, что сейчас делал? Фильер закручивал. Для тех, кто в танке, это что такое? Для такого примера. Ну, нас топорит движение массы. И получается, как сказать, включил, вы видите, с неподжатой фильерой, потом с поджатой и без фильеры. То есть, это толщину дает, это самое, толщину вот того чего, экструдированного корма, да? Чем сильнее ее закрутил, настолько, как бы, чем сильнее закрутил, тем пышнее будет на выходе масла. А какое зерно, какое исходный материал? У нас три вида зерна, то есть, молим. Это где они, вот здесь вот находятся? Да, вот здесь все хранится. Здесь вот у нас уникальный, как бы, сбор. Здесь зерносмесь горох, чечевица, соя, пшеничка. Все перемолотое до состояния вот такой вот мучки. Здесь у нас отдельно молотый вечмень. Так, ну это же все размолоть надо? То есть, а где это молитвы? Перемалываем. Зернодробилка. Сами, да? Да, сами перемалываем. Вот, а здесь у нас жмых льняной, в данном случае. Ага. Так, а здесь? А здесь это отходы. Здесь зерноотходы, да, вижу. Это идет на корм птицы. Так, а на чем милите-молите? Зернодробилка. Вот на этой вот маленькой ведерной зернодробилке, да? Хорошо, кстати, милит? Да, хорошо милит. Довольно этим сам, да? Ну, а производительность у нее какая? Она же совсем как-то. В час. Для нас хватает. В час. На какую-то емкость на бочку поставил. На бочку поставил. На бочку поставил. Да, вот ставится. А, прямо на бочку вот с этим. А можно поставить, да? Посмотреть. А если даже и запустим, то вообще будет здорово. Можно что-нибудь подмолоть? А, ничего молотого. Тебя ничего молотого. Все молотое уже. Ага. А, и прямо в бочку, и вот так вот, пока там бочка не наполнится. Бочка-то, кстати, наверное, 200. А это что? Одевается. Ну, обобьем больше засыпать зерна. Оооо. Чтоб меньше стоять. Восторг на рост. Завод на такой дело. Это завод должен денег. Завод отдевайся. Зараз предложение, да? Короче, они нам с нами не развладятся. Смотрим, как работает тогда экструдер. Поджатый как? Обзывается. Поджатый. Фильерой. Фильерой. Так, что мы сейчас делаем? Замешиваем. Ну, мы сейчас небольшую партию. Да-да-да-да-да-да. То есть, это набираем все подряд. Дозировки, да, мы уже просто, у нас уже глаз-алмаз. Мы уже знаем, сколько чего приблизительно нам нужно взять. Вот, берем, соответственно, из каждой бочки. Вот, плюс туда добавляем премиксы, добавляем сухое молоко. У нас вот стоит соевое молоко. Вот. Добавляем туда, допустим, ну, какой-то кацидиосатик, если есть необходимость. Кальций. У нас специальная коробочка со всеми прибамбасами. Кальций, биовид, если нужно. Ну, вот, премиксы вот такого вот плана бумажечка осталась. Вот, потом дрожжи кормовые. Вот, все это перемешиваем хорошо. Так, а Илья сейчас чего добавляет? Это кальций, в данном случае. Смешатель молока. А тут не нарисованы кролики. Неважно. Свинья, курица, там, что-то там, телята, овцы. Понятно. То есть, делаем смесь, которую надо. Ну, то есть, вы уже пропорции, у вас уже все отработано, да? Да, все отработано. То есть, ни на каких там аптекарских весах не вешаете? Нет, по-первых, мы вешали, действительно вешали все. Ну, понятно, да, когда это. А как часто, кстати, вот делаете это? Раз в неделю. Значит, получается, экструдированный корм плюс сено. Да. Сено в сенниках, корм в кормушках, ну и водичка, все. Раньше добавляла витамины в водичку, сейчас, в принципе, эта необходимость у нас отпала. Почему? Потому что в корме все есть. Потому что мы в корме, да, все добавляем в корм. Так, Илья, рассказывай, пожалуйста, что ты сейчас скрутишь, вертишь. Дозировка. А, регулируем, сколько будет высыпаться, да? Включаем. Включаем. Это регулируем подачу. Да. Чего там получилось? Ага. О. Пошел вот это корм А разогрев А разогреваете именно вот этим же кормом То есть не каким-то жмыхом отдельным То есть вот я знаю, что жмыхом отдельным Чтобы смазать, да? А вот это потом куда? То есть если это не корм? Это не корм, это точно так, потому что не варивается Но она остается Но даже не должна остаться Так, это сейчас что делаем? Чтобы потоньше, да? Или как это? Потоньше труба это у меня Ну и как давно вот у вас этот самый аппарат? С зимы С зимы, да? То есть уже можно делать некие выводы? Да Нышечная масса в поле подбирается очень быстро Поле-то в 10 наше распределение То есть вот сейчас Илья что сделал? Проверил Большину проверил То есть вот дальше толстоватая Начинаем дальше Угу Потому что даже видно, что она пошла потоньше Более волнистая То есть вот это вот, это вот такой форм, да? Да Больше как бы делать воздушную нам неудобно, в том плане, что у нас кормушки Сильно воздушная масса не пройдет Она подвесит в бункерных кормушках у кролика То есть нас вот такая вот устраивает Она уже проваренная Ну да, в этой самой, понятно, да И вот сюда это все потом скидывается И потом это вы каким-то образом измельчаете Измельчаем Ногами как виноград Как виноград Измельчаем У нас есть бушка для хранения уже готового корма Угу То есть на экструдированный корм он лучше усваивается, получается, да? У них хорошо кушает Он на нем хорошо растет То есть на весе заметили сразу же Угу Ну прикольно У нас, кстати, ведь есть тема по экструдерам Что-нибудь там писали, нет, видел вообще такого, да? Я на выставке снимал как А вот реальных как бы Ну после тех съемок я решила его купить А, да? Почитали, почитали, посмотрели Понятно Просто, ну у меня реально нету отдачи от людей, которые это использовали То есть то, что говорили там, допустим, продавцы Это одно, да? Сама же понимаешь А нам надо же реальную Реальный опыт людей Процент, берем денег Да На каком-то нам, конечно, не хватит Отзывы, конечно То есть, ну все равно палкой приходится, да? Поддавливать Или Зависает Нет, просто зерно более влажное попалось в этот раз Поэтому зависает Если чистое зерно, его не надо Если молотый, оно зависает А, понятно Забивается Забивается Порошилки нет Здесь уже, по-моему, объема больше, чем то ведро, которое высыпали То есть это выгодно, я смотрю Банановые шашлычки, да Оно вот так ломается, да? А то, что она вот окрывальная идет, неровная, вообще не имеет значения, да? Абсолютно никакого А может наладить какое-то производство? Не думали? Если серьезно производство делать, это, по идее, нужно, чтобы продукция была сертифицирована Потому что, опять-таки, торговать не сертифицированным продуктом на сегодняшний момент, ну, это довольно проблемно Согласен Согласен А какая производительность у этой штуковины? 20 кг в час, да? 30 30? 30 кг в час, да? Так, ну-ка С удовольствием, да, собаки едят Да Горячая С удовольствием Да-да-да-да Я понимаю, это на мужик готовится, да? С удовольствием Так, сейчас что делаем? Не понял? Фильер. А, фильер. Слово мне это не запомнить никогда. Она сейчас горячая, дико горячая, да? Очень сильно горячая. Можно обжечь еще. 120-130 градусов. Ну, то есть, это вот сейчас измололи все, что приготовили, да? Да, вот ведро. И сейчас будет... Сейчас заканчиваем процесс изготовления. Заканчиваем жмыхом. Прогнать. Нет, сейчас покажем, как зерно выходит такое. Если без фильеры. Если без фильеры. Какое зерно выходит. Посмотрим. Горячая. Ну, так как решено. Ну, да, понятно. Да, да, да. Это сейчас остатки, что ли, да, прогоняются? Да. Но это же ведь можно потом повторно, да? Да, да. То есть, это вот то, что сейчас это получилось, это можно обратно в бочку, грубо говоря. И... И дальше обрегулировать в следующий доход. То есть, это жмых пошел? Да. А жмых нам нужен для того, чтобы выделилась масса. Чтобы смазать. Вообще, это не обязательно. Делаем, ну, так редко, поэтому... Он не успеет зажавить. Ну, что с ним случится. Можно, правда, просто зерно, чтобы там стекшесть все не осталось. Ну, то есть, прогнать, да, это самое? Можно было сейчас даже выключать. А там меньше, что остывает. Он остывает, да, и выгоняет из перчатки, чтобы он не... Засок там не залит. Ясно. Тут же лёг толпушек. Ну, это и жмых нам многовато сыграет. Так, ну, я предлагаю сейчас кому-нибудь дать вот этого корма. Кролика? Да. Ну, Валерия там, например, да. Я раньше всё может быть испытывал. Ты знаешь, у меня знак качества даже такое есть. Да, то есть, проверено на себе. Да? Конгутчик упал. Нет, очень вкусно. Ну, то есть, как с идиотиками там все дела. Да? Всё очень хорошо. Ну, да, я попробую. Нет, вкусно. Ой, сформался. Особенно чувствуются бобовые. Ароматно получается. Бобами пахнет. Горохом. Хорошая, кстати, да, штука. Можно нам с собой в дорогу мешочек? Будете хрустеть? В поезде мы тут... Таким чуть-чуть. Нет, дадим копоть. Поедим там. То есть, вот сейчас вот просто руками вот так её жамкаешь? Да, бобовые чувствуются. В зубах застряли. То есть, и в таком виде вот. Всё, это уже можно давать кроликам. Готовый корм. Насыпаем ордерка. Идём кроликам. Идём кроликам. Бежеприготовленный корм. Сколько засыпали-то по объёму? А вот столько же примерно и было. Один к одному? Да, к примеру, так. То, что он же самокрассуется. Надо сказать, что как-то это не двум получалось. Так, куда идём? Ну, по объёму оно приблизительно такое же получилось, потому что мы не делаем сильно воздушное. То есть, мы идём кролевой клеточки. Вот. Набираем кошечку. У наших кроликов есть сытые и довольные. По жизни. Ну, отлично. Сейчас что-то посмотреть на голодного кролика, который это будет кушать. С удовольствием будет кушать. Голоса, нет. Давай посмотрим. А, он не будет, да, наверное, не дотянуться ему? Ну, ладно, понятно. Ну, да, не дотянется с открытой кормушкой. Ага. Ну, отлично. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Ну, отлично. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Продолжение следует...